Эль Грека или Доменикос Театокополос После смерти художника время не только стерло имя Эль Грека из истории искусств на несколько столетий, но и уничтожило напоминание о нем в городе, где прошла большая часть жизни художника. Могила с прахом Эль Грека исчезла, дворец маркизы Девильены, где он жил, был разрушен. И только в 20 веке ценители искусства обратили внимание на его яркие и оригинальные работы. Его полотна характеризуются вытянутыми фигурами, искаженными пропорциями и нереальными фрагментами. Эль Грека родился в 1541 году на греческом острове Грит, который в то время был частью Венецианской республики. Достоверных данных о детстве художника не сохранилось. Вероятно, он учился искусству иконописи у местных мастеров до 25-летнего возраста. В 1566 году Эль Грека переехал в Венецию и обучался там живописи в мастерской Тициана. Спустя четыре года молодой живописец перебрался в Рим, где открыл художественную мастерскую и получил первые заказы. Но итальянская публика с большой неохотой принимала его творчество, поэтому художник вскоре решился навсегда уехать в Испанию. В 1577 году 36-летний Доминикос поселился в Толедо. Он планировал вскоре перебраться в Мадрид, ко двору испанского короля. Но этим чаянием не суждено было сбыться. Филипп II остался недоволен написанными греком картинами «Поклонение имени Христа» и «Мученичество святого Маврикия». И больше не делал заказов. Но у художника неожиданно появился другой, не менее богатый заказчик – церковь. Представители испанского католического духовенства на долгие годы обеспечили работой талантливого художника. Мастерская живописца еле справлялась с потоком заказов на религиозную тематику. Это были главным образом живописные и скульптурные ансамбли для храмов или монастырей. Руку Эль Грека всегда легко определить по рукам его героев. Какую бы его картину вы ни рассматривали, ваше внимание привлекут руки. Или даже целые узоры, хороводы рук, длинные тонкие пальцы. Кисти всегда расслаблены, даже если держат младенца или несут крест. Скупые жесты, которые в тысячу раз красноречивее отрешенных лиц. Творчество Эль Грека по-разному трактует искусствоведы. Значительная часть из них относит произведения мастера к стилю маньеризма. Также в шедеврах живописца отчетливо просматриваются мистические нотки. Норвежи XIX-XX веков Эль Грека объявили основоположником модернизма. А среди его учеников оказались Сезанн и Ван Гог, Делакроа и Мане, Кокошко и Пикассо. Эль Грека высоко ценил свое творчество. Поставлял заказчикам нескромные счета. А если те начинали торговаться, шел в суд. Так было с картиной из полио, которая известна также как снятие одежды с Христа или совлачение рис. Совлечение одежд с Христа – эмоциональный шедевр с интенсивным использованием красок и необычной вертикальной композиции. Картина пользовалась такой популярностью, что Эль Грека сделала 17 ее копий. Погребение графа Аргаса Новаторский алтарный образ для эпохи Возрождения с богатым колоритом и разделением картины на две части. Это полотно – предмет гордости приходской церквушки в Испании. На картине погребения графа Аргаса можно найти и самого Эль Грека. Среди мужчин в черном лишь один смотрит не на небо, а на зрителя. Это, по всей видимости, автор. А мальчик в черном нижнем левом углу – это сын художника. Хорхе Мануэль. Он тоже освоит кисть и будет делать копии отцовских работ. Вид Толеда – один из первых пейзажей в европейском искусстве. Художник написал картину не по заказу, а для себя. Один из самых узнаваемых видов неба в мировой живописи. Снятие пятой печати, по мнению многих искусствоведов, эта картина послужила основой вдохновения для Пабло Пикассо при создании знаменитых авеньонских девиц. Эль Грека не оставил после себя учеников. Он жил до самой смерти безбедно и уединенно в большом доме из 24 комнат. Умер великий живописец в 1614 году. И вскоре после кончины его забыли на три столетия. А уже в 20 веке к Эль Грека вернулось заслуженное признание не только в Испании, но и во всем мире. Сегодня картины Эль Грека украшают не только интерьеры храмов в Испании, но и экспозиции лучших музеев мира.